Можно, вот, хотят позвучающие женские голоса. Так же, я стараюсь, что происходит такая демонизация Министерства культуры, вообще как бы чиновников, хотя вот, не знаю, господин депутат звучит, прошу прощения, вменяемо. Кстати, вы можете меня расценивать как человека из Министерства, поскольку я член Общественного Совета Министерства культуры. Я не знаю, и как простой человек, естественно, я стою на тех же позициях. Но вот и происходит идеализация автора-творца. И я вот в этой части абсолютно иллюзии не питаю, потому что вороваты все. Как вы так лихо всех в одну сторону? Да, вот как-то всех, все вороваты. Все вороваты, я бы все-таки бы... Конечно, вы со мной не согласитесь. Я с вами не соглашусь по одной простой причине, что зарабатывать деньги... Секундочку. Зарабатывать деньги и воровать, это разные вещи. Если сегодня люди зарабатывают деньги на бюджете, фильмов, это один разговор. А когда я сам лично, сам лично зарабатываю деньги и вкладываю в свое личное кино, и сколько раз обращался к государству, ни разу практически не давали гранта. Понимаете, это очень тяжело. Поэтому не надо всех кинематографистов одной маской вот этой краской мальчика все воруют. Юрий, я признаю, что ты равно в одной лодке, Ольга, поэтому... Да, да, нет, я просто, вы понимаете, я не из Министерства культуры. Но вы человек, который раз, и все так тягачи... Не на деньги Министерства культуры. Не сказал, что воруют. Это была моя тема, она... Я нет, просто я хочу сказать вот чего-то... Илья Бачуров, по-моему, он произнес несколько раз, что есть механизм выделения средств, фонда культуры и прочее-прочее. Это вот разговоры вот последнего лета, что есть человек, он правильно заставляет заявку, и у него есть связи. Так кто вам сказал? Ну, вы обращались. Именно я обращалась. Вы мне сказали по двум заявкам, две рассматривали. Подождите одну секунду. И я, как автор, мне на привате, я то, естественно, сразу ухватился, и мне назвали какой-то процент, я говорю, отдам половину, то, 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 то. Почему вы не прижили прямой? Мне сказали по двум заявкам. И по двум еще придется работать сейчас. Если вот я сейчас выступлю, не дадут, я переживу, потому что я... А то вы речи, но не дают эксперты, там нормальный механизм. Я не знаю, я не адвокат фонда, я так же не понимаю, почему не Минкульт не позвали. Вам самому надо обратиться, написать сценарий, и... Но я это делаю. Я четыре раза сделал. Не знаю, там отрасли будут, что вас не узнали. Сменить пастор, прийти и сказать. Я там, Иван Иванов, хочу снять фильм. А меня, который предлагает Минкульт, поучаствовать каналам, телеканалам, закупающим сериалы в софинансировании. Она, эта мера, к чему может привести? Хорошая мера. Дмитрий, сразу, я вам говорю про сериалы. А зачем финансировать государство производство сериалов, если у сериалов и так всё хорошо, и сериал, как правило, уже в производстве инвестируется каналом. Он заранее покупается каналом. Практически как каждый сериал. То есть, если сериал инвестируется каналом, то вот эта часть инвестируемого государства просто удобно раздербанить. Всё правильно. Абсолютно. Вы сейчас очень правильный вопрос о финансировании сериалов. Не забывайте, что телекино, ну, сериалы, то, что мы называем, да, это единственное поле для кино, которое имеет прямые деньги в виде рекламодателей, секундочку, в рекламных блоках. В чём проблема кино в кинотеатрах? Оно не может попасть в прокат и автоматически окупиться. Поэтому поддержка сериалов, это просто дать деньги ещё раз коммерческим телекомпаниям. Ну, чё раз.